Заявление о кипящей перспективе, оно было сделано в презумпции того, что до вашего прихода здесь температура была ниже комнатной? — Здесь наблюдался некоторый... — Застой? — Ну да. — Кстати, про застой. Как вы вообще относитесь к тому, что сейчас в социуме происходит ревизия представления о застой, о Брежневской эпохе, которую вы чуть-чуть, там, ребенком, но застали? — К тому, что совершенно по-другому сейчас говорят о генерале Симусе Сталине, не так, как в перестроечные годы. Это какие-то процессы, которые вас, как деятелю культуры, занимают? Или вы выше этого, или там, вне этого? — Меня занимает тайна любой эпохи. Любая эпоха обладает своими какими-то таинственными токами, которые как-то связаны с современным пространством. — Меня не занимает время как время плохое или хорошее, время депрессии или расцвета. Я ищу в любом времени свои ощущения, соотношу себя с любым другим временем. Я не думаю, что в обществе происходит какая-то ревизия. Просто отдаление времени, время, эпоха определенная отдаляется. Когда она близка, у нас с ней очень острые отношения. Когда она отдаляется, отношения с этой эпохой смягчаются. Мне кажется, происходит процесс отдаления определенных времен от нас. — И за счет этого гламуризация, некая романтизация? — И за счет этого некое происходит внутреннее успокоение каких-то болей, каких-то переживаний, с одной стороны. С другой стороны, большее право высказаться получают те люди, которые по-другому думают про то или иное время. Ну, я не вижу в этом ничего трагического. Про Сталина и в 90-е годы многие думали так, как сегодня высказываются. Мне кажется, ничего страшного в том, что высказываются когда-то про это думая. Нет. Понимаете? Я не вижу людей, которые думали про Сталина, как про тирана, и сегодня вдруг думают о нем, как о боге. Я таких людей не знаю. Я знаю людей, которые про него думали, как о боге, а сегодня могут позволить себе сказать, а я люблю Сталина. Ну и ради бога, на здоровье. Понимаете? Хотят так говорить. Пускай. КОНЕЦ